В эсклерозированном участке мы должны понимать, что полностью восстановить структуру ткани не удастся. Мы можем в этой ситуации только поддерживать на определенном уровне, на таком, к которому мы максимум дошли. Мы дошли, скажем, до какой-то ограниченной подвижности. Наша задача, грубо говоря, чтобы не было хуже. Вот здесь очень, кстати, комплимент, да, Майя, что в этом структуре работы с склерозированной тканью очень хороший эффект дает совместную генеопатия. Почему? Потому что продукты или лекарства генеопатические, они ускоряют аминные процессы в ткани. И когда даже склерозированная ткань начинает подпитываться, то с ней работать немножко легче. Поэтому, может, поэтому ты здесь и сидишь, чтобы понять, как это и делается. Кинезологическое или остеопатическое поражение, как мы уже говорили, может вызываться некоторыми определенными факторами. То есть определенный какой-то теологический фактор или посыл должен быть. Наиболее часто, хотя странного, наверное, в этом нет, мы просто об этом не задумываемся, наиболее частый момент, который приводит к такому поражению, это травмы. Причем травмы это не только аварии, падения, удары и так далее, но и определенные, допустим, какие-то неловкие, неосторожные, резкие движения, это микротравмы, которые повторяются с определенной периодичностью. Добили, так сказать. А? Добивают, так сказать. Да, 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 да. Причем, что интересно, что если неловкие движения как бы определяют процесс сразу, ну, допустим, там дергаются, ой, и понятно, да, то микротравмы, они вот были несколько таких моментов, когда приходит человек, особенно это касается конечностей в их, ну, конечных формах, там, кисть, стопа, пятка, палец, там, нос, может быть, вот то, что выступали, да, и вот болит, болит, вот непонятно что, начинаешь, когда искать причину, выясняется, что вот, ну, скажем, по роду работы, вот человек, да, вот, допустим, что-то делает, и он задевает раз, другой, третий, не больно, или там вот, ну, задел, там, потер, все прошло. А когда это происходит постоянно, то неосознанно, да, не запоминает, и вдруг выливается в какой-то вот исполитный, подспрашивается, откуда? Вот, была травма, да не было травмы, вот, может, стукался, да не стукался, ну, не помню, да, или, допустим, там, как что-то неудобное стоит, человек периодически задевает об этом, этим, допустим, чаще всего это бывает в тазобедренном суставе, да, вот, когда не вписываешься в какой-то поворот, значит, раз задел, два задел, три задел, вроде бы и ничего, ну, а потом вдруг начинается воспалительный процесс, и сустав доходит до такой степени, что предлагают замену сустава. И начинается, вот, возраст, вот, стерлась, вот, и вот человек думает, что ж такое, вроде как и не хожу сильно, вроде как и не нагружаю, вроде ничего не было, а почему начинается? Бабушка болела, там, и так далее, и так далее, там, дедушка болел, там, вот, и все, проклятая работа виновата, и, там, и, там, да, вот, но тем не менее, на самом деле все гораздо проще, там, просвет дверей, там, шкаф стоит таким образом, что, ну, неудобно. Ну, неудобно, а то мы сами все. Да. Вот, то есть, вот это как раз, об этом как раз не следует забывать, вот, и чаще всего какой-то, как я только что сказал, последняя капля, вдруг незначительная, она приводит к такому запуску вот этого всего механизма. Достаточно большой процент кинезиологических поражений является следствием инфекционной патологии. Причем, вот интересно, что инфекционная патология провоцирует эти процессы очень часто, даже не сама по себе. То есть, наличие микробы или вируса в организме чаще всего не является фактором, который вызывает это поражение. А что является? Он является фактором, ослабляющим организм. А дальше, как бы, да, человек сам это дело запускает. Ну, например, идут три подружки, пришли на остановку, да, зимой в Израиле, сели на эту металлическую остановку, посидели там 10 минут, встали и пошли. Двое как ни в чем не бывало, а третье на следующий день, значит, там не может встать или там не может выходить. Вот почему? Потому что фактор переохлаждения был у всех, но у нее находилась что-то, какая-то инфекция в инкубационном периоде. То есть, сам по себе организм с точки зрения иммунитета с этой проблемой бы справился. Но фактор переохлаждения, он как бы добил, да. То есть, если у тех двух не было фактора инфекционного, у них ничего не проявилось. А у нее иммунитет снизился. Поэтому совершенно локальный момент он выдал. Ну, в следующий момент тоже очень интересная ситуация, скажем, такая. Ну, человек где-то в инкубационном периоде или у него вирус или микроб, с которым организм справляется, он решил там уже 18 градусов воды в море, он решил искупаться. Значит, он туда пошел. Ну, казалось бы, общее переохлаждение, но почему-то заболело плечо. Почему? Ну, слабое место. А как насчет закаливания? Учитывая, сейчас скажу, учитывая то, что, скажем, да, вот он по характеру работы, он нагружает определенную группу мышц, да, и фактор переохлаждения в условиях не... То есть, если бы он не болел, ну, скажем, да, внутри, у него бы этого не было. Сколько бы, например, тот же стрептакол, который может дать осложнение на сердце, на суставы? Да, 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 совершенно верно. Неважно, какой микрон, может быть, гербис, который внутри не проявляется, может быть, тот же стрептакол, который есть у всех, но у кого та же кишечная палочка, которая тоже есть у всех, но в какой-то момент она в большом количестве. Теперь о закаливании. Вот, исходя из этого, мы совершенно четко понимаем, да, теперь, что закаливать можно только в том случае, если организм абсолютно здоров. А как это знать? Кто вообще, после того, до возраста, абсолютно здоров? Поэтому закаливать нужно начинать, а, с детства, б, учитывая определенные моменты. Это постепенность, и это не форсирование событий. В чем разница? Разница в том, что, скажем, снижение температуры должно быть постепенно, и временной фактор, то есть вариант моржевания, он для организма абсолютно не полезен. Если мы сделаем чуть-чуть лирическое отступление на эту тему, раз разговор зашел, я вам расскажу совершенно определенную научную, даже не теорию, а научный факт. Когда я защищал первую диссердацию, их у меня было две написанных, защищенная одна, потому что вторая у меня закрыта тема. Я защищал во Медицинской Академии в Питере, и параллельно, ну, у меня научный руководитель, он такой своеобразный дядечка, он сам занимался темами, ну, не стандартными, но очень изучением тем. У меня была диссертация «Курение в детском возрасте». Какой? «Курение в детском возрасте» и «Влияние организма». То есть, когда это все опубликовалось, все схватили за голову и сказали, что это нельзя быть в открытой печати. Что такое было? А там было такое, тебе скажу, по моим данным, а это статистические данные, получалось, что, сейчас тебе скажу точно, 67% школьников в шестом классе являются хроническими колечками. Ну, сейчас ты тоже на себе... Вот, да, ну, это было начало с милициалом, да. А по состоянию их здоровья там было вообще-то. Вот, все это дело, ну, статистически было доказано. Так не об этом речь, речь о другом. Речь о том, что параллельно со мной одна аспирантка на этой же кафедре писала диссертацию по влиянию моржевания на детский организм. Вот. И совершенно точно было доказано, что моржевание, то есть, контакт ребенка с холодной водой, он вызывает резко негативные последствия для его здоровья. Почему? Потому что любое изменение температуры окружающей среды резко лечет за собой стресс, который прежде всего бьет по железо-нутренней секреции. И эти дети, чем это доказано, это обследовано в условиях клиники в медицинской академии, ну, то есть, были возможности это доказать. Вот. Прежде всего, эти дети страдали патологией А. А, щитовидной железы, Б, половых желез внутренней секреции, да, половых желез, и В, гипофиза, в рамках половых гаммон для женщин. То есть, девочка, которой мы сживали с раннего возраста, вероятность забеременеть сводилась к нему. Что? Латаша? Ну, блин, это знаменитое английское воспитание. Там они вообще с младенцами начинают дружать. Здесь не надо путать две вещи. Они не могут? Скажем, не-не-не, здесь надо путать две вещи. Первое – это, скажем, приучение ребенка к воде плавать, закалять и так далее. Это немножко другое причину. Вот то, о чем мы говорим. Температура. То есть, начинается закаливание с температуры гораздо выше, чем комфортная. Ну, вообще, это, в принципе, очень логично, потому что ребенок, он очень обладает сильной повышенной жизненной силой. Он очень быстро на все реагирует, он очень быстро все у него там меняется. Естественно. Так что? Естественно. Вот ему пришла в голову, он ей дал такую тему. Это, вы, может быть, не знаете, это вот была очень мощная волна в Питере и в Москве. Система, такой же профессор, как, не знаю, там, Черковского. Мы разживаемый по Черковскому. То есть, это вот целая школа была. Никитина эту школу. Помните, семья в Магаде? Мы не слышали, посмотрите, в которых было там, по-моему, 12 детей, из них, по-моему, 9 в приемных. И вот они жили в условиях спартанского быта, ходили босиком и так далее, и так далее. И все говорили, ах, какие здоровые дети. А потом, когда эти дети дошли до периода плавного созревания, о них резко замолчали, потому что они на самом деле оказались тяжело больными людьми. Практически все. Так вот, да, почему-то так. А представляешь, что это из того, что они приемные, наслистно-спартанки? Свои тоже были, практически. Теоретически, да. Но вот он, и вот когда, ему стало интересно, вот в ответ на твой вопрос, что же это было. И он, поскольку сам он не будет заниматься, он на тот момент уже был профессором в кафедре генерала-майора, но готовился, так сказать, в академике, он поручил это своей аспирантой, которая блестяще все это дело сделала. То есть материала там было, не надо было ничего. Извините, зачем можно математику ищить? И вот, в палке. Да. Так вот, это к вопросу об инфекционном поражении. Значит, чаще всего, чаще всего мы с вами сталкиваемся с тем, что причины… А, да, это еще не все. Значит, да, хотел сказать одно, потом перескочил на другое, в результате вернусь к тому, что я хотел сказать. Значит, вот здесь ситуация возникает по замкнутому кругу. То есть, с одной стороны, мы, то, что СФ сказал, мы не знаем, что в нашем организме есть. Поэтому возникает ситуация, что с одной стороны мы являемся носителями, с другой стороны, изменения вот окружающей среды вызывают обострение этой ситуации, и мы приходим к поражению, которое как бы с этим не связано. Какое отношение имеет, скажем, с трептаков, предположим, да, боли в плечом суставе, если это не ревматизм. Ну, казалось бы. Вот. И в результате получается, что мы лечим одно, не лечим другое, и через какое-то время попадаем опять в этот замкнутый круг. Поэтому мы, то, что я всегда люблю говорить, мы начинаем лечить ситуацию комплексно, учитывая одно, один, другое, третий фактор. Дальше. Следующий момент, который вызывает вот это вот поражение естественное, ну, это стресс. Влияние стресса на здоровье человеческого организма очень велико, и это как бы уже не требует никаких доказательств. Причем, стресс может порождать, с одной стороны, эмоциональную или психологическую перегрузку раз, с другой стороны, он может вызывать два момента, которые очень сильно влияют на организм. Момент первый – это эмоциональная подавленность, ну, депрессия, депрессия, которая вгоняет человека, и которая, как бы, да, вот, понятна последствия этого дела. А есть обратный вариант – это депрессия, другая сторона – это психологическая агрессия, которая тоже порождает напряжение особого рода. Причем, что интересно, что стресс, сопровождающий человека достаточно долго, он… вот здесь, смотрите, какой интересный момент. С одной стороны, стресс сам по себе может вызывать напряжение. Ну, понятно, что когда человек находится в состоянии, так сказать, длительного… вот, стресс, он напрягается, даже если он, казалось бы, в состоянии депрессии находится. А с другой стороны, опять же, мы входим в наш любимый замкнутый круг. Почему? Потому что любой стресс снижает эмоологические особенности организма. Он их понижает, он подавляет. То есть, так же, как и фактор внешней среды, мы об этом сейчас поговорим, стресс повышает роль двух предыдущих факторов, и того же повреждения, травмы, и возникновения, проявления скрытой инфекции. Почему? То есть, организм банально ослабевает, снижаются его иммунологические особенности. Поэтому, то есть, мы совершенно четко подразумеваем связь. Вот почему, вспомните наше прошлое занятие, когда мы говорили вначале, да, о тряде здоровья. То есть, вот мы опять приходим к тому, что все три фактора, они являются столпом, на котором стоят. И невозможно в лечении выделить что-то одно. Мы начинаем лечить одно, другое вылезает и сводит на нет наше лечение. Поэтому, при работе с пациентом, мы должны учитывать эти факторы, если человек находится в состоянии стресса, то помимо снятия мышечного напряжения, нам надо стараться снимать и стрессовое напряжение, да, вот и все. Это так, да. Оказано, что во время панических атак повышается сфотовая кровь, увеличивается риск, там поздно. Естественно. Естественно. И с одной стороны, с другой стороны резко возникает процесс воспарения. Поэтому, допустим, есть заболевания, которые являются следствием стресса, там, язвы, например, астмы и так далее, и так далее. Это все соответственно нужно иметь вину. И те, кто работает, скажем, кто имеет опыт практической работы, до этого доходят сами. Да? Я думаю, что меня в Большой Америке не открываю, просто как бы привожу вот ваше знание в определенный порядок. И последние проблемы, которые оказывают влияние на воспалительный процесс, это проблемы, вызванные окружающей средой. То есть экология, причем не только экология в чистом виде, как мы это понимаем, это слово типа. загрязнение среды, характер питания, вредные примеси и так далее, и так далее. Не только это, но и такое понятие, как, скажем, ритм жизни, как климат, как ни странно. Почему?